Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом говорили на заседании регионального оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. В области все чаще фиксируют увеличение заболеваемости по всем возрастным группам, особенно среди молодежи. Какие меры будут приняты, расскажет мэри Елчан. За весь период в 63-й регион поставили более 984 тысяч доз вакцин. На региональном штабе обсудили ход прививочной кампании на крупных и средних предприятиях области. Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов призвал руководителей компаний сообщать, если возникают сложности с вакцинацией. Мы готовы помочь, чтобы сделать более удобную вакцинацию, централизованную провести. За прошлую неделю в Самарской области стало больше заболевших во всех возрастных группах, кроме детей до года. В большинстве своем болезнь коснулась представителей сферы услуг, образования, частных охранных предприятий и сотрудников офисов. Региональный Роспотребнадзор отработал 708 очагов в различных коллективах. За неделю обследовали более 59 тысяч человек. В стационарах лечится 3420 человека с коронавирусом и подозрением на него. Свободный коечный фонд сохраняется на уровне 10%. В систему ковидных госпиталей с 18 августа планируют ввести Безенчукскую районную больницу. Там подготовили 100 коек. Сейчас прорабатывается маршрутизация пациентов. На данный момент в регионе привили почти 58% населения от того числа, которое необходимо для выработки коллективного иммунитета. Ну, фиксируем увеличение заболеваемости практически по всем возрастным группам и, главным образом, среди молодежи, 19-29 лет. Фиксируем, что 42% заболевших, они имеют поражение легких, то есть у нас значительно выросло, опять, количество случаев в неболечной пневмонии. Это тоже очень такая тревожная тенденция. Ну, и аномальное для этого времени года увеличение зарегистрированных случаев УРВИП. Особое внимание на штабе уделили вопросу контроля соблюдения санитарно-противоэпидемических мер. Так, например, в ходе рейда в Самаре выявили нарушения в нескольких продуктовых торговых сетях. Причем как со стороны покупателей, так и со стороны самих сотрудников. Руководители этих сетей сообщили членам штаба, что провели служебные проверки. К сотрудникам и директорам магазинов, где допустили нарушения, применяются меры дисциплинарного взыскания. Мэри Елчан, События. Вакцинация в Самаре продолжается и идет в круглосуточном режиме. В лечебных учреждениях города работают 54 прививочных кабинета. По данным Министерства здравоохранения, темп вакцинации в июле вырос в четыре раза. В прошлом месяце обезопасить себя от коронавируса изъявили желание почти 129 тысяч самарцев. Такие данные озвучили на еженедельном совещании в мэрии, которое прошло под председательством главы города Елены Лапушкиной. Кроме того, по многочисленным просьбам горожан в Самаре продлена акция «Самара, я привит». Тема продолжит Ольга Павлова. Самарцы стали сознательнее и активнее. Если в июне число вакцинированных граждан за неделю едва превышало 7 тысяч человек, то в июле количество привитых за 7 календарных дней выросло до 33 тысяч. В настоящее время в столице региона продолжают работать 54 прививочных кабинета. Три из них в круглосуточном режиме. По данным, на 5 августа полностью завершили вакцинацию 269 117 человек. На этой неделе на вакцинацию записались почти 30 тысяч жителей областного центра. Для каждого из них подготовлена вакцина. Глава внутригородских районов поручен ежедневный, еженедельный мониторинг ситуации как за вновь заболевшими, так и за бесперебойной поставкой вакцины от COVID-19. Глава внутригородских районов. Вакцина у вас есть на местах? Нормальный остаток – 4 тысячи почти 800 доз. И план в соответствии с этим остатком на неделю составлен. Тоже порядка 4 тысяч 700 человек будет привито на этой неделе. Кроме того, по многочисленным просьбам горожан акция «Самара, я привит» продлена. С 1 по 31 августа проходит у нас сейчас второй этап акции. В ней могут принять участие граждане, которые получили второй компонент вакцины с 26 июля по 31 августа. Напомним, первый этап акции прошел с 1 по 25 июля. Участие в ней смогли принять самарцы старше 18 лет, которые привились в период проведения акции вторым компонентом вакцины от COVID-19 и зарегистрировались на сайте stopcoronavirus.rf. Заявки на участие в первом этапе акции прислали 9,5 тысяч человек. Победителям вручили телевизор, ноутбук и смартфоны. По словам организаторов, на второй этап акции уже подано 868 заявок. Розыгрыш призов состоится 1 сентября. Ольга Павлова, Константин Головин, Василий Калдашов. События. Активнее вакцинироваться жители региона призывают ведущие самарские врачи и министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Они рассказали, какие осложнения грозят людям с хроническими заболеваниями, которые перенесли коронавирус. Отложенный спрос и приостановка планового лечения. То, что произойдет в регионе в ближайшем будущем, если темпы роста заболеваемости коронавирусом не удастся остановить. Сейчас возобновлена диспансеризация. Она позволяет выявлять заболевания на ранней стадии, когда их можно вылечить. Так диагностировано более 500 новых заболевших онкологией. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бинян. За 8 месяцев текущего года в регионе было построено 2 больницы в Самаре и Тольятти. Это два сверхсовременных ковидных госпиталя. На подходе еще 2 больницы по 100 коек. Но число заболевших растет, что вынуждает медиков приостанавливать плановую помощь пациентам и все силы направлять на борьбу с коронавирусом. Никакие темпы строительства не угонятся за темпами распространения инфекции. И клонировать медицинских работников мы тоже пока не научились. И в этом я обращаюсь к нашему населению. Чтобы мы могли помочь вам, помогите нам приостановить ее на уровне профилактики, на уровне сдерживания ее инфекции. Коронавирус бьет по больному, рассказывает Дмитрий Дупляков, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения региона. И в случае, если у человека имеются заболевания сердца, ковид-19 может привести к непоправимым последствиям. Вирус, он благодаря тем рецепторам, которые есть, и как он взаимодействует с клетками, он очень тесно взаимодействует с сосудистой стенкой. Неважно, какая артериальная или это венозная сосудистая стенка. Поэтому процесс, когда здоровый организм человека без коронавирусной инфекции у нас хороший, такая эластичная сосудистая стенка без каких-либо признаков воспаления. Если возникает, проникает в организм коронавирус, то это воспаление на сосудистой стенке, это воспаление на атеросклеротических бляшках, это разрывы этих бляшек, инфаркты, инсульты. Опасен коронавирус и людям с сахарным диабетом. Заплевание новой коронавирусной инфекции приводит к тому, что наши пациенты с сахарным диабетом декомпенсируются. У них отмечается повышение уровня глюкозы крови. Очень часто те пациенты, которые проходят стационарное лечение в ковид-госпитале, имеют глюкозу крови до 25 и выше миллимоль на литр, что требует коррекции сахароснижающей терапии и перевода их на инсулинотерапию. Такие пациенты после выписки имеют некомпенсированный сахарный диабет, что требует помощи врача-эндокринолога и более интенсивной сахароснижающей терапии. Пациенты, переболевшие коронавирусом, сохраняют инсулинотерапию. Это требует дополнительно как инъекций, так и увеличения количества самоконтроля глюкозы крови и более частого наблюдения врача-эндокринолога. Но главным образом от коронавирусной инфекции страдают органы дыхания. Соответственно, коронавирус, мы уже знаем, поражает органы дыхания. Соответственно, самым грозным проявлением является пневмония. Соответственно, у людей, имеющих хронические заболевания органов дыхания, будет гораздо тяжелее протекать это заболевание. Сделать прививку может любой желающий, если у него нет противопоказаний. Вакцинацию проводят как в мобильных прививочных пунктах возле торговых центров Самары и Тольятти, так и в круглосуточных кабинетах в 10-й, 4-й и 6-й больницах города. Виктория Шарая. События. Тепло и уют в каждый самарский дом. В областном центре продолжаются масштабные работы по модернизации теплосетей. К началу отопительного сезона в Самаре должны обновить теплотрассы на 58 объектах. Как идут работы на участках вблизи учреждений социальной сферы, проверила глава города Елена Лапушкина. Совместно с сотрудниками профильного департамента и представителями подрядных организаций. Подробности в репортаже Ольги Павловой. До наступления осенне-зимнего сезона остается не так много времени, а потому подрядчики трудятся в усиленном режиме. Перед ними стоит задача не только переложить более 30 километров труб теплоснабжения, но и по возможности не затронуть территории, которые были благоустроены до перевооружения. Такие масштабные работы по перекладке теплотрасс в Самаре проводятся впервые за долгое время. В заявленные сроки специалисты укладываются. Основную часть работы удастся выполнить к 1 сентября. Да, я понимаю, что для Самары, конечно, такой объем перекладок – это очень значительно. Чем больше мы будем перекладывать за летний сезон, тем спокойнее мы будем дальше с вами жить в зимний период времени. В первую очередь подключать к теплу начнут объекты социальной сферы – школы, детские сады, больницы. Работа по перекладке теплотрасс, вблизи которых находятся эти учреждения, под особым вниманием и контролем со стороны главы города. К примеру, на улице Клинической модернизация теплосетей идет у общеобразовательной школы, чтобы 1 сентября дети смогли зайти в здание с центрального входа и чувствовать себя в безопасности, завершить работу на этом объекте, подрядчики планируют до начала нового учебного года. Уже раскопали, уже везем там работы, основания подготовлены, вяжем арматуру, готовимся принимать бетон. Я думаю, что, наверное, к концу недели, через лично, чем выливать. По такой же схеме теплосети обновляют по улицам Старозагора, Карбышево, проспекту Ленина и Огибалова. Это также те участки, вблизи которых находятся социальные учреждения, и подача тепла в них – первоочередная задача. Всего к началу отопительного сезона в городе должны модернизировать теплотрассы на 58 объектах. Один из объектов завершено. Сроки по другим – это где-то сейчас у нас получается 20-28 августа, но и по 8 объектам мы уходим на 15 сентября. Но это уже с благоустройством. В администрации города просят жители Самары отнестись к работам по перевооружению теплосетей с пониманием временное отключение горячего водоснабжения, а также ограничение движения транспорта – вынужденная мера, для того, чтобы в будущем тепло поступило в каждый самарский дом. Ольга Павлова, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События. Природное и духовное начало. В Самаре в разгаре обновление сквера памяти борцов революции и сада баланса. Готовность объекта – 75%. Сейчас рабочие занимаются озеленением территории. Ход работ находится на контроле Елены Лапушкиной. Слово мэрии Елчан. Зеленый оазис из редких растений. Новая территория, которая сочетает природное и духовное начало сад баланса. Такое пространство, созданное в сочетании естественного ландшафта с арт-кластером. Первое в Самаре, говорят авторы проекта. Это, по сути, сад, который развивается. И лет через 5-10 он приобретет такие черты действительно природного ландшафта. Во многом в нем заложена идея саморазвития. Реализация концепции благоустройства стала возможной благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Ход работ находится на личном контроле Елены Лапушкиной. Глава Самары выехала на место стройки и оценила степень готовности объекта. Это совсем новый подход к благоустройству территории. Здесь применены совсем другие материалы. Здесь заложены совсем другие идеи. Это не просто развлекательная площадка, это не просто прогулочная площадка. Это площадка со своими самарскими смыслами, которая очень многим людям наверняка будет понятна и принята. Еще одна часть благоустраиваемой зоны – сквер памяти борцам революции. Обелиск здесь остался неизменным, но территория рядом преобразилась. Газоны оснастили системы автополива, по периметру установили новые точки освещения и уложили тротуарные плиты, которые впервые применили в крупном формате. Поверхность плитки обеспечивает противоскольжение. Здесь также есть совершенно необычные лестницы, совмещенные с пандусами. Причем пандус проходит как бы в теле лестницы. Такого тоже еще пока не было. Я уже тоже много сделал объектов подобного типа. Работы уже закончили на 75%. Прогуляться по обновленной территории горожане смогут в начале осени. Мэри Илчан, Василий Калдашов, Константин Головин. События. Комплексное преображение территории. В Самаре на мехзаводе открыли благоустроенную площадку рядом с поликлиникой, в здании которой провели капитальный ремонт. Что делать, чтобы изменения произошли и в вашем дворе, расскажет Мария Левина. Жители мехзавода принимают фактически новая современная поликлиника. Ее открыли после ремонта в апреле. Здание пустовало около 30 лет, в то время как медики ютились в полуподвальном помещении. Несколько лет назад выделили средства на капитальный ремонт и началось преображение. Затронуло оно не только здание, но и территорию вокруг. Рядом появилась благоустроенная детская площадка, где малыши могут подождать свою очередь к специалисту или, например, отвлечься после прививки. Изменения стали возможны благодаря нацпроекту здравоохранения и губернаторскому проекту «Содействие». Каждый шаг по этой детской площадке согласовывался с жителями окрестных домов, с нами. То есть здесь вот в результате мы получили вот такое замечательное место, такое вот какое-то комплексное освоение территории. Хорошая площадка, деткам нравится. Если будем мимо ехать, обязательно зайдем. Помимо ремонта поликлиники и обустройства детской площадки, здесь также позаботились и о парковочных местах. Это нравится людям, это делает место проживания более комфортным, удобным и приятным для жителей. Поэтому это очень важная работа, и она делается в плановом порядке и приветствуется всеми проживающими в микрорайонах. При благоустройстве учитывались предложения жителей микрорайона. Напомним, преобразить свой двор может любой желающий. И для этого в Самаре действует сразу несколько программ. Помимо проекта «Содействие» есть программа формирования комфортной городской среды. В составе нацпроекта «Жилье и городская среда». А также городская программа «Конструктор двора». Подробнее можно узнать, обратившись в районную администрацию. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Прозрачность, открытость и легитимность. В Самаре прошел круглый стол на тему информационное взаимодействие по вопросам общественного наблюдения за выборами. Представители штаба обсудили порядок аккредитации СМИ на голосовании, а также права и обязанности журналистов на избирательных участках. Подробнее расскажет мэрия Елчан. Журналисты внесут вклад в обеспечение открытости выборов. Об этом говорили во время заседания круглого стола общественного штаба независимого наблюдения. На повестке аккредитация СМИ и информационное взаимодействие. Все три дня голосования 17, 18 и 19 сентября этого года журналисты могут присутствовать на участках, знакомиться с протоколами, получать их копии, а также вести фото и видеосъемку, заранее предупредив председателя и секретаря комиссии. Если же права журналистов нарушаются, например, члены УИК не разрешают фотографировать или просят покинуть помещение для голосования, нужно зафиксировать нарушение на камеру или диктофон. Информирование со стороны СМИ должно отвечать трем основным принципам – быть достоверным, объективным и не нарушать равенство кандидатов. Журналисты призваны только лишь подать объективную информацию, чтобы у населения, в широком смысле содержания этого термина, была информация точная, объективная, без какого-либо искажения действительности. Придя на участок, журналист должен подойти к председателю УИК или его заместителю, чтобы предъявить аккредитацию, а также паспорт или редакционное удостоверение. Оригиналы мы показываем из своих рук для того, чтобы избежать ситуации, когда документы ваши забирают и уносят на какую-то долгую проверку. Но это опять же из опыта. Из своего опыта могу добавить, что лучше, конечно, при себе иметь копии этих документов на всякий случай, потому что копии могут запросить. Ранее в регионе прошла серия обучающих семинаров для наблюдателей. Им рассказали о правовой основе деятельности, о правах, обязанностях, а также о том, куда они могут обратиться в случае обнаружения нарушений. В Самарской области подготовились выше 5000 наблюдателей. За 4 месяца работы штаба провели порядка 70 мероприятий. В августе будут сформированы мобильные группы, задачей которых будет являться оперативное реагирование на поступающие от наблюдателей и граждан запросы, выезды на избирательные участки для разрешения конфликтной ситуации. Очередным шагом по пути защиты избирательных прав граждан также станет работа с 19 августа пункта общественной горячей линии связи с избирательными на площадке Нотариальной палаты Самарской области. На баде общественного штаба независимого наблюдения создали специальную группу по работе с фейками. Только за июль в России их было зафиксировано порядка 3000. Избежать искаженной информации поможет только прозрачность предвыборной кампании, уверены эксперты. У нас все-таки мы, фейки, понимаем, что возникают из-за информационного вакуума и мы понимаем, что нам необходимо вот это доступное объяснение и, конечно, без здорового скепсиса я считаю, что здесь мы не обойдемся. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стал член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями, председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Мэри Илчан, Константин Головин. События. Жизнь раньше срока. С начала года в Самарском областном перинатальном центре родилось 2700 малышей. Из них 374 недоношенных и 17 с экстремально низкой массой тела. Здесь принимают пациенток со всей области с осложненными родами и выхаживают недоношенных детей весом от 500 граммов. С одной из пациенток центра встретилась Мария Левина. Маленькая Соня появилась на свет раньше срока. Она родилась в начале лета, и ее вес был меньше килограмма. Сегодня, спустя два месяца наблюдения в перинатальном центре, малышка отправится домой. Мама девочки Татьяна Еремеева с самого начала была уверена, что все сложится хорошо. Ведь она уже не первый раз попадает в этот центр. Сейчас у Татьяны растет здоровый мальчик, трехлетний Саша, который также родился недоношенным, весом около килограмма. Экстренно меня привезли сюда. Выросли. Сейчас все хорошо. Входим в садик, так же развивается. Не отстает. Я уже знала, как здесь. Я уже была уверена, что все будет хорошо. Врачам, конечно, благодарность большая. Все быстро, все работает. И медсестры, все хорошо работают. В реанимации выхаживают детей от 22 недель. Сначала их подключают к аппаратам искусственного дыхания, помещают в специальные боксы-кувезы, которые называют искусственной маткой. Именно так поддерживается жизнь и развитие ребенка. В среднем в реанимации младенец проводит месяц, но это все индивидуально. Когда малыш начинает дышать самостоятельно и набирает вес хотя бы в килограмм, его переводят в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где продолжают круглосуточное наблюдение. Очень приятно, когда видишь ребенка, он был 700 грамм, а потом, когда он выписывается, это уже человек, больше двух килограмм веса, очень приятное, трогательное вот это вот ощущение и, наверное, даже значимости нашей совместной работы, потому что видишь это, так сказать, наяву. С начала года в перинатальном центре провели около 3000 родов. 374 малыша появились на свет раньше срока, а 17 – с экстремально низкой массой тела, в пределах одного килограмма. Модернизация оборудования и повышение квалификации медиков помогает спасти все больше маленьких жизней. Мария Левина, Василий Калдашов. События. В Самаре прошли парусные гонки в честь 150-летия со дня рождения Константина Головкина. На рубеже 20 века именно он совместно с Альфредом фон Вакана стоял у истоков создания в городе речного яхт-клуба. Впервые в регате приняли участие крейсерские и спортивные суда. В каких условиях боролись спортсмены и кто стал победителем первой регаты Константина Головкина, расскажет Гульфия Сафина. На борту судейского судна оранжево-белый флаг. Морковка, если говорить на сленге яхтсменов. Это сигнал, что старт воскресной регаты откладывается. Полный штиль. Но вот он, долгожданный, хоть и скромный ветерок. И появляется надежда, гонки все же состоятся. Морковку снимают. Пять, четыре, три, две, одна, чисто! А посвятили соревнования паруса Самары тому, кто заслужил, пожалуй, как никто другой. Фотограф и художник, краевед и меценат. Он построил самый загадочный архитектурный комплекс на Волге, знаменитой дачи со слонами. А также был инициатором создания первого в городе общества велосипедистов и яхт-клуба. А сегодня в Самаре, которую так любил Константин Головкин, впервые в истории стартовала регата в его честь. Хочу сказать без ложной скромности. Вообще весь спорт в Самаре пошел от Самарского речного яхт-клуба, то бишь от яхтсменов. Мы этому рады и гордимся этому. Будем поддерживать дальше спортивные традиции Самарского речного яхт-клуба. Исключительный повод и исключительный случай. Довольно редко вместе стартуют и спортивные, и крейсерские яхты. Наряду с начинающими яхтсменами – опытные мастера. Стать участником регаты памяти земляка «Старый морской волк», как в местных кругах называют капитана крейсерской яхты Виктора Ганина, принял за честь. То, что Головкин – это очень хорошо. Во-первых, это хороший, знаменитый человек. И то, что ему посвящена эта гонка, это будет очень хорошо. Рассчитываете на победу? На победу? Да нет, не рассчитываю. Главное – участие. Даже участие в этой регате из-за погоды – задача непростая. Но в таких условиях и проявляется мастерство команды. При таких погодных условиях задача одинаково сложная для всех. Потому что очень мало ветра, и будет влиять умение гонщиков управлять парусами, терпение гонщиков при очень слабом ветре проходить дистанцию. Как раз в этом и состоит умение гонщиков. Не только бороться друг с другом, но и еще с погодными условиями. Идею провести регату памяти Константина Головкина предложили на Оргкомитете под председательством Александра Хинштейна, когда обсуждали план мероприятий, посвященных 150-летию известного самарского мецената. Организовали соревнования Министерства спорта Самарской области и городской департамент физической культуры и спорта. Мы, конечно, будем продолжать. Идея прекрасная. Этот год вообще у нас очень сильно богат на события. У нас это и 60 лет пилотермы космонавтики, и 170 лет со дня основания Самарской губернии. И, конечно же, день рождения Константина Головкина. Поэтому этот человек не просто меценат, это человек, увлеченный спортом. Он один из первых организовал велопробеги по Самаре. А на базе уже упомянутого яхт-клуба поднимал самарский спорт. Футбол, шахматы, коньки и многое другое. Трансляция первой регаты памяти Константина Головкина проходила на берегу Самары. Чемпионом дебютных соревнований стала команда капитана Павлова, яхта «Тиффани» с «Бэйби». Среди лодок класса «Луч» победил Валерий Федоров, воспитанник Самарской спортивной школы номер 6. Кульфия Сафина, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале и на странице в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok